Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Получил очередной заказ от рыболовного интернет-магазина F-Magazine и хотелось бы вкратце рассказать о тех позициях, которые я получил в данном заказе. А заказ пришел Почтой России, все в принципе вовремя, без всяких проблем. Первая позиция это у нас термоносочки от компании Tagrider или Tagrider. Модель называется Scoat. Предназначены они для использования до минус 25 градусов. Используется шерсть мереносов. Довольно неплохие термоноски. Следующие тоже термоноски, но уже от компании Woodland. Модель называется Active Sock. Предназначены они до минус 25 градусов. И соответственно отлично подойдут для активного перемещения. Следующие термоносочки также у нас, как и первые, от компании Tagrider. Размер в данном случае 27-29. Ну это, скажем так, размер, наверное, европейский какой-то. Наш же размер 42-44. Отличная посадка, комфортное сгибание, дышащие элементы, фиксация стопы, ну и так далее. Изготовлены они в Беларуси. Следующие тоже термоносочки от компании Tagrider. Моделька называется Unit. Предназначены они до минус 10 градусов. Используется материал в картон. Еще одни термоноски. Также от компании Tagrider. Модель называется у нас Discovery. Предназначены они для активного, скажем так, использования. То есть для перемещений. В большей степени используется шерсть мериноса. Также, ну и так далее. Довольно качественные термоносочки. И последние термоноски от компании Tagrider. Модель называется Discovery, но уже Extreme. Здесь по температуре сразу на упаковке производитель нам не указал. Ну, поподробнее я постараюсь рассказать в видеообзоре о данных позициях. Здесь уже на 70% они состоят из модифицированного полипропилена. Ну и так далее. 6% нейлон, эластик, эластан. То есть, соответственно, 3% и 21% спандекс. Вот такой материал. Следующая позиция – это такие вот силиконовые приманки, имитации личинки стрекозы от компании Yumi. Модель называется Valara. Данная приманка имеет длину 2 дюйма, что соответствует порядка 5 сантиметрам. Поставляются они в упаковочке по 8 штук. Расцветка в данном случае 0,6. Они съедобные у нас приманочки. Атрактант здесь креветка. Такие вот довольно интересные и недорогие в то же время приманочки. Протестированные на реках и озерах России. Указано на упаковочке. Следующая силиконовая приманка также от компании Yumi. Модель называется Swimpact. 3 дюйма – это порядка 7,5 сантиметров. Поставляются в упаковке по 8 штук. Расцветка в данном случае 0,5. Также приманки съедобные, со вкусом креветки. Точнее, аттрактант используется креветка. Следующий тоже от компании Yumi приманочки съедобные. Называется у нас моделька, в данном случае, Monster Leach 2. То есть 2 дюйма, порядка 5 сантиметров. 0,7 цвет и в упаковочке их 10 штук. Это, скажем так, такие вытянутые твистерки. Думаю, всё наглядно видно. Следующие силиконовые приманки от компании Yumi. Это уже идут червеобразные такие слаги. Моделька называется Skinny Bait. 2 дюйма, то есть 5 сантиметров. Расцветка 0,7. Поставляются в упаковке по 10 штук. Тоже съедобный, тоже аттрактант креветка. И ещё одни силиконовые приманки от компании Yumi. Модель называется Tranto. 1,5 дюйма. Длина составляет данные приманки, это порядка где-то 4 сантиметров ориентировочно. Расцветка здесь 12-я и поставляются в упаковке по 12 штук. Также аттрактант здесь используется креветка. Такие вот силиконовые приманки. Следующие силиконовые приманки уже от компании Savage Gear. Модель называется SG Rip Worm. 9 сантиметров длина, либо 3,5 дюйма. 3 грамма весит каждая приманка. Расцветка Red Glitter, либо Red Glitter. Здесь, я думаю, всё понятно. Приманки изготовлены в виде таких вот вытянутых червеобразных твистеров. Хвостик довольно-таки длинный. Интересная приманка. Расскажу поподробнее о ней в видеообзоре. Ещё одни силиконовые приманки от компании Savage Gear. Модель называется у нас Lureswit and... Ой, извините. Модель называется у нас 3D Fry 65. То есть, длина составляет 65 миллиметров. Весит каждая приманка порядка 1,5 грамм. И расцветка Dirty Silver. 3D Scan здесь. То есть, соответственно, имитация рыбок. И что здесь самое интересное. Поставляются они в упаковочке по 8 штук. И причём здесь 4 приманки изготовлены в виде виброхвостика. И 4 приманки изготовлены в виде слага. То есть, довольно интересное такое исполнение. Сразу покупаем в одной упаковке, скажем так, приманки двух разных типов. Следующая всем уже известная вертушечка от компании Dive. Модель называется Silver Creek Spinner RC. Такой вот округлый лепесточек у неё. Моделька у нас 1060C. Характеристики я поподробнее расскажу в одном из видеообзоров. Ну, вес её составляет 6 грамм. Очень классные вертушки. Уже давно проверенные, скажем, многими рыболовами. Давно их доказана уловистость. Очень классные. Уже использовал тоже раньше. Ну, были потери, поэтому решил приобрести ещё. Следующая такая вот миножка от компании Izumi. Моделька называется Ayman Minnow 120. Оснащён тремя тройниками. Лопата изготовлена довольно-таки интересно. Вес у неё 22 грамма. Ну и, соответственно, длина 120 миллиметров. Приманка у нас является медленно тонущей. По заявлению производителя. Ну, я её протестирую и поподробнее расскажу о ней в видеообзоре. Так вот при первом рассмотрении приманка довольно-таки интересная и качественная. Ну, это понятно. Квитанция. Точнее, чек. Следующая у нас колебалочка от компании Akara. Моделька у нас из серии Legend. Называется она Atom M. Расцветка одна из самых, скажем, ходовых. Это медь, купрум, длина 60 миллиметров, вес 13 грамм. Изготавливаются данные блесенки, данные колебалки в России. У меня уже не одна блесна от компании Akara. Все довольно-таки неплохо изготовлены, довольно качественно. И многие образцы очень отлично ловят. Ну, они, в принципе, все ловят. Ну, в определенные периоды одни модели выделяются, в определенные другие. Подарил несколько блесен знакомым. Тоже все довольны. Следующая приманка – это крэнк от компании Pantone 21. Скажем так, уменьшенная версия знаменитого Red Raga в исполнении MDR. Длину он имеет 32 миллиметра. Вес составляет 5,1 грамма. И заглубление, заявленное, от 0,8 до 1 метра. Соответственно, крэнк у нас плавающий. Тоже поподробнее расскажу о нем в видеообзоре. Тоже очень классные приманки получились в уменьшенном размере. Следующий балансирчик от компании Scorano. Модель у нас называется Bony. Scorano-вские балансиры довольно-таки неплохо себя показали в прошлом зимнем периоде, скажем. Изготавливаются они, если не ошибаюсь, в Америке. Ну, поподробнее расскажу тоже в видеообзоре. Попробую, как он по игре немножко. Ну, то есть, такой вот интересный довольно-таки балансир. Следующий балансирчик тоже от компании Scorano. Модель у нас называется Grabber. Такой вот интересный балансир. Тройник у него идет уже с капелькой. Как и, в принципе, на предыдущем. На предыдущей модельке. Но это более мелкая, более окуневая. Тоже очень качественный балансир изготовленный. Без нареканий. Следующее такое вот скользящее кольцо от компании Cosodaca. Модель BSG-8 Defis32. Диаметр восьмерка. 3,3,2 мм, соответственно, вот этот диаметр. То есть, скользячий. Поставляются они в упаковке по одной штуке. Недорогие колечки, но довольно-таки качественные. Уже брал кольца от Cosodaca. Все довольно неплохо. Вставки и стейку стоят. То есть, из карбита кремния. Все очень качественно. Следующий балансирчик тоже у нас от компании Scorano. Очень неплохие балансиры. Модель называется у нас Solid. Такой вот он некрупный. Больше окуневая, конечно, приманка. Тройничок тоже с капелькой идет. Расцветка провоцирующая в данном случае. Ну, подробнее расскажу тоже в видеообзоре. Вот изготовление. Madden EU. Если я не ошибаюсь, это что у нас EU? Ну, в общем, не суть. Не Китай. Хотя на Китай плохого ничего сказать не могу. Следующая колебалочка от компании Reflex. Модель называется Element. 4,8 грамма весит данная. Плесна. Материал. Не знаю, брас, как это переводится. Длина ее составляет где-то порядка, не помню уже, порядка 4 сантиметров. Ну, поподробнее я расскажу о ней в видеообзоре. Оснащена она одинарным крючком с бородкой. То есть, крючок у нас не спортивный. 4,8 грамма, я уже сказал, весит данная колебалка. Интересное такое матовое покрытие у нее. Ну, в общем, довольно неплохая блютна. Тоже у меня имеется несколько блютинок от компании данной. Все довольно-таки качественно. И последняя позиция. Это такие вот колечки для скользящего монтажа от компании Orange. Кстати, довольно качественная компания. Если не ошибаюсь, это у нас Украина. Ну, в принципе, кто в большем вкусе, можете мне поправить. Отличные делают они, скажем так, аксессуары. То есть, кормушки, ну и так далее, для ловли на фидер, ну и так далее. Также эти колечки предназначены для карповой ловли. Материалы у них очень качественные. Очень точная вся подгонка. То есть, без всякого брака, очень хорошие товары изготавливает данная фирма. Мне понравилось. Столкнулся я в этом сезоне с ней. Все на довольно-таки высоком уровне. Вот написано Carp Service. Такие вот у нас скользящие колечки. На этом мой анбоксинг подошел к концу. Ссылки на товары я оставлю в описании под видео. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка 34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного магазина. Всем, кому данный анбоксинг был полезен чем-то, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok